здравствуйте дамы и господа ну что ж статистка вышла скажем так неоднозначная она даже можно сказать разнонаправленная во всяком случае по соединенным штатам мы видим что индекс занятости в августе составил 3,26 пункта против 1,11 пункта в июле данные вышли неплохие в то же время мы видим что производственный индекс в августе упал более значительно чем это было в июле снизился на 7,72 процента против 3,76 процента в целом можно говорить что опять же экономика соединенных штатов продолжает испытывать проблемы она далека от того чтобы действительно начать реально восстанавливаться принципе можно говорить о том что американская экономика все еще находится в состоянии состоянии ну что ли когда она когда спад прекратился довольно серьезно в то же время рост не начался то что мы наблюдали буквально последние два года тот рост который был в первую очередь был обусловлен проведением соответствующих программ помощи программ стимулирования американской экономики на этом фоне были разогреты фондовые сырьевые площадки и также американский доллар оказался под давлением в силу его слабости против основных валют первую очередь конечно же против австралийского доллара но и затем уже против единой европейской валюты в целом мы не видим каких-либо особых движений на мировом финансовом рынке да европа сейчас немного подрастает но какого-то ажиотажного роста мы не наблюдаем отскок потихонечку начинает терять силу давайте обратим внимание на то как у нас обстоят дела сегодня в европе и так европа сегодня открылась в плюсе она отыгрывала положительную динамику американских торговых площадок конца прошлой недели индекс так называемых европейских голубых фишек футси евроферс 300 настоящему моменту прибавляет всего лишь 17 сотых процента индекс должен стокс 50 растет на 82 сотые процента британский футси 100 прибавляет и 5 десятых процента французский как 40 66 сотых процента немецкий dax 30 растет на 78 сотых процента но принципе это тоже весьма неплохо если учесть что индексы европейские довольно серьезно просели за последнее время хотя и они также неплохо отскочили буквально за последние дни вот в конце прошлой недели ну что касается общей ситуации общих настроений на европейских площадках то мы бы ее назвали как выжидательную инвесторы с нетерпением ждут завтрашней встречи ангелы меркель это канцлер германии и президента франции николя саркази предполагается что на этой встрече они будут обсуждать а меры помощи странам европейским странам которые попали под каток европейского долгового кризиса каковы будут результаты пока сложно представить но хочется надеяться что им удастся договориться выработать какую-то уже ну наверное окончательную линию общую линию решение затянувшихся европейских долговых проблем ну так давайте посмотрим на то что у нас происходит на рынке сырья нефтяные фьючерсы сегодня двигаются неровно они то снижаются то подрастают в общем-то крутится около значений закрытия пятницы к настоящему моменту в лондоне нефть марки бренд растет на 26 сотых процента американской прибавляет 34 сотых процента отскок на рынке нефти был довольно таки сильный но темп роста котировок прекратился опять же ослабился темп роста инвесторы сейчас будут внимательно наблюдать за макро статистикой из соединенных штатов а также за ситуацией связанной с решением европейских долговых проблем товарный рынок на товарном рынке диспозиция в целом практически осталась таковой как она была до этого единственное что мы наблюдаем сейчас впервые за последние несколько дней снижение котировок на медь нефть теряет медь теряет 24 сотые процента также продолжает корректироваться из золота после того как она как она протестировала уровень 1800 долларов за донсу к настоящему моменту снижение продолжается и данный актив теряет 37 сотых процента находится на уровне 1736 долларов за одну унцу что касается серебра то серебро наоборот сегодня начало подрастать ну в принципе серебро продолжает и двигаться в узком диапазоне продолжает консолидироваться но вот сегодня оно начало подрастать к настоящему моменту рост составляет двенадцать сотых процента и одна унца серебра стоит 39 долларов и 16 центов валютный рынок форекс индекс доллара к настоящему моменту который торгуется корзине из основных валют теряет четыре десятые процента после выхода статистики мы наблюдаем продолжение укрепления продолжение ослабления американского доллара пара евро доллар достигнула достигла уровня ста дневной скользящей средней это уровень 143 60 преодоление этого уровня и закрепление выше и его может наконец-то помочь паре продолжить расти хотя мы не ожидаем что пара без каких-либо важных причин будь то статистика будь то какие-то слухи которые могут появиться на рынках может продолжить свой рост хотя потенциал определенный будет если завтра ангелы меркель и саркази дадут этому поводу и так пара может вырасти к уровню 145 06 и так как британский фунт он также подрастает но завтра перед стерлингом будет стоять довольно сложная ситуация завтра выходит большой блок статистки из великобритании и тут будет очень многое от этого зависит хотя британскую фунту удалось сейчас выйти сегодня выше статемно скользящий средний выше уровня 1.6280 и пара доллар прошу прощения пара фунт доллар тестирует линию центрального боллинжера это уровень 1.6234 преодоление данного уровня и улучшение настроения может способствовать росту пары стерлинг американский доллар к уровню 1.6480 что касается пары евро франк то мы сегодня отмечаем некоторое некоторое снижение запала к росту пара немного снижается мы считаем что вполне вероятно пара евро франк а также доллар франк могут скорректироваться вниз пока сложно себе представить какому уровню но как минимум как мы представляем пара евро франк может скорректироваться к уровню 1.1115 а пара доллар франк к уровню 0.7750 на обоих этих уровнях находится центральная линия границ боллинжера и так это что касается некоторой ситуации на валютном рынке форекс но давайте теперь посмотрим на то как может у нас открыться сегодня америка фьючерсы на основные американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне похоже что некоторая стабилизация на рынке благотворно повлияла на инвесторов панические настроения снизились хотя волатильность в соединенных штатах да и вообще в целом на мировых торговых площадках еще пока что довольно высока и так фьючерс на индекс широкого рынка с ценпи 500 к настоящему моменту прибавляет 0.55% штаты сегодня откроются в плюсе на этом у нас все в дополнение я приглашаю вас на наши бесплатные курсы обучения торговли на мировом валютном рынке форекс более подробную информацию о ситуации на рынках а также о наших услугах консультации аналитиков вы можете найти на нашем сайте www.grandcapital.net с вами был Сергей Костенко руководитель аналитического департамента компании Grand Capital до свидания и до новых встреч